С 1 апреля иностранцы, получившие гражданство в Российской Федерации или вид на жительство, обязаны менять водительские права на российские. И вот после вступления документа в силу, около разных отделений ГИБДД образовались большие очереди, сотни людей, и им там, в этих очередях, выдают повестки на войну. Что это за акция такая? Ну вот, а вы говорите о мобилизации. Видите, сбору пососинки. Сбору пососинки, конечно. Помните, ведь половина зимы и всю осень ловили мигрантов около мечетей. Теперь они уже это знают и знают обходные пути. Потом были облавы на мигрантов в местах их обычной работы. Ну, например, в компании Вайдбери. Естественно. А теперь прекрасно совершенно. Теперь замечательно придумали обмен прав. А это в основном, конечно, мужчины и в основном, конечно, мужчины молодые с вручением повестки. Я думаю, что это прекратит вообще окончательно приток мигрантов в Россию и Центральной Азии. Хотя, конечно, давно пора было это прекратить. Уже самим жителям Центральной Азии это сообразить в конце концов. Я понимаю, что почему они уезжают из своих стран, но не в Россию же, где теперь их принимают уже как террористов, а если чуть что отправляют в армию, если очень сильно повезло воевать с Украиной, иначе отберут гражданство, которое давалось таким трудом. И, конечно, сейчас на плечах этих людей лежит какая-то совершенно невыносимая ноша. Мало того, что они во всем виноваты, во всем виноваты. Мало того, что они живут в состоянии гонения на любых выходцев из Центральной Азии, на любых нерусских, на любых брюнетов, на любых бородачей. Я вот просто вас описываю сейчас. Тяжело вам пришлось бы сейчас. И мало того, что они живут в этой ситуации, они еще и обслуживают ее. Потому что как гуляет Москва, как гуляет Екатеринбург, как гуляет Питер, крупные города. Суши в три часа ночи, пожалуйста, мгновенно тебе доставят все, что угодно. Любую кухню народов мира. Потому что ночью эту кухню изготавливают одни, приезжие разводят другие. Такси в любой момент самое дешевое, самое дорогое. И там тоже будет мигрант, которому можно сказать все, что угодно, по большому счету, и которого нет выхода. И нет такого сервиса ни в одной стране мира. Почему? Потому что ни в одной стране мира нет рабов. А они рабы. Они рабы и, конечно, рабов в конце концов забирают в армию. Не патрициям жить все. Ну вот то, что сейчас выгоняют, по сути выгоняют, если называть вещи своими именами, на этих трудовых мигрантов. И уже это влияет на эту всю систему обслуживания. Вот я хочу поговорить, мусорный коллапс, который случился из-за оттока трудовых мигрантов. Есть кадры, как завалены города, действительно в России мусором, некому вывозить. Что еще может последовать из-за давления на этих мигрантов из Средней Азии? Строительство, транспорт, очень много чего еще. Вы знаете, когда я уезжала из России уже много лет назад, это был 17-й год, я уже привыкла к тому времени, и это при этом была Москва. Я привыкла к тому времени, что все милиционеры в центре Москвы, на Таганке, где я жила, особенно транспортная полиция, это все выходцы из Центральной Азии. Они, например, уже там работали в полиции, где, я думаю, им сейчас тоже не сладко. Я не думаю, что полиция – это хорошая работа, да, тем не менее, я не думаю, что они там снимутся и уедут в Центральную Азию опять домой, но кто-то и уедет, кто-то и уедет, конечно. Поскольку им придется не сладко, до полиции это тоже отразится, конечно. На строительстве это отразится. Строительство 90% рабочих – это выходцы из стран Центральной Азии. Конечно, это сфера обслуживания, конечно, это ритейл, безусловно. Это и железные дороги, и строительство автомобильных дорог, и вообще очень-очень-очень много всего. И плюс ко всему экономика, которая еще и основана на мигрантах. Это во многом и банковская экономика. Видите, карта «Мир» запрещает на многих странах, в том числе в Киргизии совсем недавно. Это и такой дешевый сектор гостиничного бизнеса, перевозочного бизнеса, рынок дешевой еды и дошираков. Сейчас все это будет схлопываться.